Всем привет, с вами Прия. Начиная с Дренора, я уже рассказываю каждый патч о том, как лучше одеться, как быстрее одеться, с каких вообще в принципе рейдов, данжей, локалочек можно что-то интересное получить. Настал патч 8.3 и настало время рассказать абсолютно обо всем, что у нас ждет касательно усиления эквипа персонажа. Пришла новая система в игру, коррапт вещи, оскверненные, собственно абсолютно все варфорджи, те которые давали каким-либо вещам плюс 5 или плюс 10 эквипа, все абсолютно титан форджи, которые давали там плюс 15 и более к эквипу, просто-напросто убраны на новых вещах. На смену варфордж и титан фордж системе пришла система корраптед вещей, оскверненные вещи, которые имеют на себе порчу, которая негативно влияет на нашего персонажа, накладывая различные дебафы, но также есть и обратная сторона этих вещей, они дают нам различные бафы, которые позволяют усиливать свои статы, которые дают нам какие-то проки на дпс, на отхил, на танкование и все такое прочее. В общем, механика выглядит интересно и эквип будет чуточку статичнее касательно своего получения, то есть, например, в текущий момент, поедя в алфер, человек просто-напросто не дропнет вещь максимального этом левела. После такого предисловия можно и обратиться к табличке. Я сделал ее не за особо большое количество времени и, может быть, с первого взгляда она не особо понятна, но сейчас мы все посмотрим, рассмотрим и, само собой, каждый человек, каждый игрок с этой таблицы возьмет для себя свое. Например, начинаем ее изучать, начинаем ее читать и извлекать из нее информацию. Старые элфееры дают нам эквип менее 400-го и 400-й. Под старыми рейдами мы воспринимаем такие рейды, как Ульдир, Горнила Штормов, Битва за Дазара Лор и Вечный Дворец. То есть, если вы только начали одевать своего персонажа и вам нужен эквип менее 400-го или 400-й, то почему бы не посетить старые элфееры? Ну, также есть еще старые ворлдбоссы, которые тоже дают там эквип менее 400-го. Я не думаю, что это прям особо полезно, но все же, может быть, кому-то будет интересно сходить туда. Почему бы и нет? Идем далее. Крафтовые вещи, которые делаются различными профессиями и могут быть куплены на аукционе. Дают 400-й эквип. В принципе, идем на аук, покупаем абсолютно все крафтовые вещицы, которые там только имеются. И у нас хотя бы есть 400-й эквип, который позволит делать стартовые эквисты. И, в принципе, это тот эквип, который позволит нам, ну, более-менее комфортно чувствовать себя в текущих локациях. Само собой, он будет усиливаться и все эти крафтовые вещи сменятся. В тот момент, когда мы пойдем в Вечно Цветущий Долл, в тот момент, когда мы пойдем в Ульдум по квестам нового обновления, мы можем встретить различных рарников. Редких мопцов, которые помечены звездочкой на карте. Эти рарники могут дропнуть нам различные вещицы 410-го или 415-го итем-левела. 410-е это обычные вещи по типу пояс, ступни, ноги, перчатки. Ну, а 415-е вещицы это азеритовые вещи. Голова, плечи, нагрудник. Они могут быть разных типов брони. Например, будет весьма обидно, если вы убьете какого-либо рарника, будучи латником, а вам упадет тканевая вещица. Ну, что поделать? Можно просто продать ее торговцу, ну, или выслать по учетной записи Battle.net другому своему персонажу на учетной записи. Введение — это новый контент, который появился в обновлении 8.3. Он позволяет нам апать наш плащик, на котором завязано, в принципе, абсолютно все обновление. С целью того, чтобы стартануть введение сценарий для одного, или двух, или трех, или четырех, или пяти человек, нам нужно потратить 10 тысяч сгустков введений, которые мы получаем за квесты, дейлики и различные прочие занятия. Ну, если, конечно, мы идем группой, то у каждого должен быть этот сосуд, разумеется. И что получается? В тот момент, когда мы просто-напросто убиваем первичного босса, который стоит в самой первой локации, у нас есть шанс с ларца, который мы получаем в конце, получить 420-ю вещицу. Если мы зачищаем какие-то дополнительные зоны, по типу Т2, например, то мы можем получить 430-ю вещицу. Если мы проходим абсолютно все введение, то есть мы закрываем 2-тир-3 зоны, в которых теряется по 12 здравомыслия в секунду, 2-тир-2 зоны, в которых теряется по 8 здравомыслия в секунду, и убиваем ласта, то есть тир-1 зона, в которой теряется по 6 здравомыслия в секунду, то мы получаем 445-ю вещицу. И с этого момента, по-моему, открывается контент масок, которые будут немножко нам мешать в момент прохождения введений, но которые будут давать различные бонусы по типу валюты, и, конечно же, эквип будет падать чуточку выше, опять же при условии, если будет зачищено фул-ведение. С одной маской 450, с двумя 55, с тремя 60-я шмоточка может упасть, с четырьмя масками 65-я вещица, ну а с пятью масками 70-я эквип. В принципе, в тот момент, когда мы будем способны зачищать введение с масками, у нас уже появится шмот с рейда, и в теории этот шмот может быть не особо актуален. Далее. У нас есть система фронтов. Героик фронт, а именно стромгард, который можно ходить, по-моему, один разок в два или три кд, дает 430-ю шмотку. Эпохальные подземелья, которые мы можем пройти в количестве одной штучки в неделю. Да, их там очень-очень много, и каждое подземелье можно пройти всего один раз. Начиная со среды, а именно с 22 января, эти донжи, эти подземелья, будут давать нам 430-е вещицы. В принципе, это приятно, а если еще и ходить по различным подземельям, которые дают маунтов, то можно и маунта полутать. Приятный бонус. Эпохальные подземелья 4-го сезона, который стартует с 22 января, будут давать нам вещицы от 435-го итом-левела до 465-го итом-левела. Но в первую неделю, то есть с 22 января по 28 января, будет действовать ограничение то, что максимальный лут будет падать с 6-го ключа, то есть 445-й. Но нам все равно нужно закрыть 15-й ключ с целью того, чтобы с еженедельного сундука за миф плюс, который мы можем вскрывать раз в кд, получить 475-ю вещицу. Задумайтесь об этом. Это очень полезно, и это весьма неплохой апгрейд к его персонажу, и весьма неплохой апгрейд итом-левела. Локальные задания будут приносить нам вещицы до 445-го итом-левела включительно. То есть чем выше наш итом-левел, тем больше мы будем получать итом-левел вещей при завершении сундуков. Ну и, конечно, при завершении самих локалок. То есть, например, если вы только апнули персонажа, и у вас там эквип 300-й, то вы будете получать где-то вещицы 365-го, а то и меньше итом-левела. Если у вас эквип примерно 420-430, то в текущий момент вы получаете еще 415-е сундуки. Начиная со среды, с 22 января, можно будет лутать сундучки, в которых будут лежать 445-е вещицы. В принципе, полезно. Например, у тарталанов можно что-то интересное вытащить по типу кольца или треньки. Нападение Нзота, которые атакуют прекрасный вечноцветущий дол. Нападение, которое атакует Ульдум, также приносят вещицы. То есть, в тот момент, когда мы завершаем там события, когда делаем цепочку квестов, мы можем получить сундучок, с которого падают 440-е вещицы, либо 445-е азеритовые вещицы. Мне вот, например, на грудник упал 445-й, и запястья 440-е оскверненные. Начиная с самого старта контента Battle for Azeroth, профессии заимели себе персональные крафты, которые весьма полезны, которые неплохо себя показывают, и не Алота тому не исключение. В патче 8.3, в обновлении 8.3, есть такие же прекрасные крафты, которые персональные, которые делаются с различных профессий. Например, инженеры могут себе сделать шапочку азеритовую инженерную. Например, латники могут сделать себе две шмоточки крафтовые. Это все выглядит интересно, но на это опять же нужны рейдовые реагенты. Собственно, крафты персональные из профессий. 440-е вещицы, 445-е азеритки. Далее 455-е шмотки, 460-е азеритки. Далее 470-е шмотки, 475-е азеритки. Чем выше этом левел вещей, тем больше реагентов они требуют. Ну и, конечно, тем больше времени придется посидеть в рейдах. Новые ворлд-боссы, которые появились в обновлении 8.3, будут приносить 445-е вещицы. Там падают и азеритки, и кольца, и другие различные вещицы. Можете открыть атлас подземелий и все сами глянуть. В обновлении 8.3 темные берега заимели себе героическую сложность. С героического фронта темные берега будет падать 460-е вещица. Также, пройдя данный фронт, можно будет купить прекрасного маунта за 350 военных медалей. Рейд Неолота по своему эквипу устроен весьма интересно. То есть, у нас есть обычные боссы, которые дают нам обычный лут, и есть последние боссы, ласты, которые дают нам эквип, увеличенный на 10. Всего в рейде 12 боссов, и только двумя считаются ласты. А именно, панцирь Нзота и сам Нзот пробудившийся. С панциря и с самого Нзота будет падать эквип на 10 повыше, чем со всех предшествующих боссов. Например, с рейда Неолоты, который мы можем посещать раз в кд в определенной сложности, с элфера мы будем получать 430-е вещицы, а с последних двух боссов 440-ой эквип, с нормала 445-ый эквип, с нормала ластов, с панциря Нзота и Нзота пробудившегося 455-ый, с героика 460, с героика ластов 470, с мифика, с первых 10 боссов 475, а с мифик ластов, панциря Нзота и Нзота пробудившегося, 485-ый эквип, максимальный в игре. Ну и мы дошли к самому сладкому, к нашей легендарочке, которую мы лутаем за самые обычные квестлайны, и это та легендарочка, которую мы будем прокачивать в течение почти всего обновления 8.3. Ну ладно, там потребуется 3-4 месяца, не более того. Изначально плащик дается 470-ого эквипа, и за каждый левел мы апаем его на 2 итем-левела, то есть в тот момент, когда вы апните его уже 6-го левела, что в принципе реально в текущий момент, даты загрузки видео, он будет 480-го итем-левела. Ну, математика. Также не забывайте о прокачке ожерелья, ведь каждый его левел дает 2 итем-левела сверху. Это весьма приятно. Ну а если вы вообще только впервые зашли в эту игру, то у защитников Азерот за каждую планку репутации, кроме превознесения, можно ожерелье свое поднять на 15 итем-левела. Просто я не знаю, какого уровня игры будут смотреть этот видосик люди, поэтому хочется выложить абсолютно всю информацию, даже до 400-го итем-левела, даже упомянул вот этот факт касательно ожерелья сердца Азерот. Ну и, конечно, стоит рассказать о мифик ластах, потому что лут весьма вкусный, лут весьма интересный. Ну, в принципе, рассказал абсолютно все. Касательно мифик плюсов и лута с них есть тоже небольшая табличка, которую я оформил еще месяца 2 назад по всяким там ПТР-тестам и всему прочему. Насчет ключей со 2 по 9 я не особо уверен в луте, но ключи с 10 по 15 точно имеют те цифры, которые написаны в табличке. Также, если вам неудобна таблица, которая показана в текущий момент, подписчик мой сделал вот такую вот интересную таблицу. То есть, если она будет вам приятнее, ну, можете ориентироваться на нее. Я загружу их, и можете воспользоваться ссылочками в описании и абсолютно все себе скачать, так сказать, некая шпаргалка касательно получения итем-левела. Всех вам благ, счастья, здоровья, желаю хорошего лута. Ну, пробкнутого уже, конечно, не получится, но самое главное, чтобы он был хорош для вас, как по статам, так и по своему уровню порчи. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует...